Первое январское аппаратное совещание На парадном совещании губернатор озвучил ряд кадровых назначений в новых министерствах. Они приступили к работе в начале января. Заместителем министра энергетики ЖКК и городской среды стали Игорь Трохинов и Геннадий Антонцев. Бывший замдиректор Ульяновского драмтеатра Ярослав Андронов возглавил в ранге замминистра Департамент культурной политики. Михаил Логинов стал первым заместителем министра семейной и демографической политики и социального благополучия. Алексей Пикусев – замминистра промышленности и транспорта. Произошли изменения в администрации губернатора. Управление по государственной национальной политике возглавил Сергей Паховский. Руководителем управления внутренней политики назначен Игорь Парфенов. Кстати, о транспорте. Его работу после праздников губернатор подверг жесткой критике. Досталось и руководителям, отвечающим за общественный транспорт. Резко сократим, так сказать, объем таких вот государственных перевозок за государственный счет для многих из чиновников. Вчера мы этот вопрос с ним обсудили в Москве. Может быть, так вы тогда будете поближе и быстрее будете видеть, как работает общественный транспорт. Как минимум в городе Ульяновске. Глава области призвала разрывать контракты с перевозчиками, которые нарушают правила. Потребовал Сергей Морозов принять управленческие решения и наказать виновность за сбои в транспортном снабжении. С начала Нового года вступила в силу реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Вывоз, переработка и утилизация мусора возложены на четырех региональных операторов. В пятой зоне его выберут только в следующем году. И пока, как констатировал губернатор, результаты преобразования в области далеки от положительных. А ведь уже в феврале ульяновцы получат платежки с новой строкой за предоставляемую услугу. За три дня января поступило уже порядка 90 информаций в адрес властей, губернатора. Абсолютно большинство из них о безобразнейшей ситуации, Федоров, с реформой, связанной с твердыми коммунальными отходами. Я просто прошу прощения за откровение, просто взбешен. Да, сбой действительно был, признал министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров. Особо проблемными были Засвияжский железнодорожный район областного центра, Димитровград и ряд сельских населенных пунктов. Но к настоящему времени сбои в работе удалось ликвидировать. Подтвердиться о том, что система не работает, я подам в отставку. Еще одно изменение, которое коснется области, как и всей страны, это переход на цифровое телевещание. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Определяются категории населения, которым нужна будет помощь. А также вставляются списки волонтеров. Они будут помогать в подключении оборудования. Диодключение аналогового ТВ произойдет 11 февраля. Это первая группа. Раньше нас единственный регион только перешел на полностью цифровое вещание, это Тверь. В настоящее время готовность к региону, к этому событию оценивается как высокая. В завершении аппаратного совещания поговорили о тарифах. Как отметил министр развития цифровой экономики и конкуренции Рустем Давлядшин, в полном объеме выполнен план по недопущению роста тарифов за коммунальные услуги. Т-плюс на 19-23 год, то есть долгосрочное регулирование равными долями в размере 1,3 миллиарда, мы убрали из НВВ, что по сути стало в качестве эффекта заморозка тарифа на тепло на 5 лет. А я напомню, что у нас еще и НДС вырос на 2 года, то есть по факту это снижение. Министр отметил, что удалось снизить ряд расценок на электроэнергию. Это также принесет положительный эффект для жителей Ульяновской области. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.